здравствуйте дорогие друзья каждый человек это мини шатер откровения это мини храм всевышнего и сказано создайте мне святилище я буду обитать среди них то есть в каждом в каждом внутри человека и человек должен знать что если его храме нет огня нету не пылает если мы не сочувствуемся мы не переживаем ничему если мы холодно смотрим на мир значит нашем храме что-то не так в нем отсутствует шхина если что-то делается все время равнодушно безжизненно что то написали мудрецы что след от создания золотого тельца находится в нашей душе тора и заповеди и вообще жизнь требует огня и по изучению тора и в служении во всем сегодня израиль день памяти павших воинов израиля жертв террора это национальный день траура у всего еврейского народа в этот день государство израиль чтит память тех кто пал чтобы израиль жил в этот день как бы он всегда 4 яра по еврейскому календарю и отмечают всегда обратите внимание в канун дня независимости заканчивается день травы тут же начинается день независимости большой праздник который подчеркивает вклад павших в создание государства израиль это опять-то подчеркивается неравнодушие но я хочу рассказать вот что в архивах рава нахмана шабтая галинского нашли письмо мошки аха выступление точнее мошки ака ешивы поневежес рабе хескера ливенштейн от великий человек был все его знать во время шестидневной войны которая была тогда ну кто знает немножко историю вот этой войны кто помнит этот или там хотя бы читал об этом то сначала была сбившивая речи главы правительства который не знал что делать шоссе вот это большое шоссе ротшильд готовили под кладбище для массовых захоронений было срублено апельсиновые рощи чтобы подготовить гробы каждая арабская страна заявляла что вот еще два дня мы захватим иерусалим а затем спасение от всевышнего буквально за несколько дней все вражеские самолеты уничтожены противник словно первый захвачен был шхем в руках израиля потом хеврон бейтлейхем западная стена в иерусалиме единственное что осталось от нашего храма уникальное время уникальный день и в этот день мошки я сказал так в этот день мошки я сказал такие слова отчего наша радость как можно ликовать ведь погибли солдаты для многих это траур горе сиротство как можно не плакать о раненых не ощущать вместе с ними боль и как можно проявлять легкомыслия там если война не закончилась еще тысячи тысячи людей на поле боя в опасности почему так происходит может ли наше сердце не биться вместе с их сердцами можем ли мы оставаться спокойными ведь в основе иудаизма находится закон возлюби ближнего как самого себя это великое правило торы переживать страдания других принимая какой-то часть хотя бы груз забот ближнего более того если кто-то абсолютно спокоен такое время он как будто говорит что его взгляд на исход войны определяет ну что все определяется на фронте а там люди добросовестно выполняют свою работу я верю своим бойцам но это абсолютно не так исход войны определяется на небесах а там работает совсем по-другому и другое оружие если ты выучил лист гмары это главная бомба сброшенная на твоих врагов выучены тегилим это граната там и так далее ну я условно говорю вы понимаете молитва учеба еще больше трепетающие тогда пострадает меньше солдат и победа достанется более легким путем это значит что ты сам находишься всегда в каждый день в мире ты находишься на фронте если ты прикладываешь больше усилий к изучению торы какое-то увеличение духовности в мире ты спас несколько жизней эти слова были сказаны великим великим человеком во время войны но они остаются актуальными и сегодня потому что всегда есть много напастей сейчас идут войны мы это знаем прекрасно еще неизвестно уровень и кошмар того что происходит есть на дорогах теракты есть аварии и так далее молясь правильно изучая тору мы проявляем милосердие к миру делая заповеди какие-то мы спасаем людей потому что мы с вами на фронте находимся мы можем оказаться среди тех о ком сказано исполнивший одну заповедь счастлив и восклоняет этим чашу вирусов свою пользу пользу всего мира баланс есть человек думает что я такое да ты все если ты умножаешь тору заповеди молитвы ты умножаешь не только свои заслуги но всех остальных и всего мира и что самое главное ты действительно еще раз повторяю ты самый главный боец на фронте добра сделай добро и получишь добро и для себя и для мира браха вы от слыха ну 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 и ну и и